26 мая все предприниматели нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. Учрежденный еще в 2007 году, он объединяет представителей самых разных сфер. Этот год стал для бизнес-сообщества особенно тяжелым. Коронавирус подкосил целые отрасли. Несмотря на это, предприниматели сохраняют оптимизм и надеются на действенность мер поддержки со стороны государства. Для менеджера по продажам одного из тверских зверохозяйств Юлии Бозовой день предпринимательства стал по-настоящему праздничным. Сам президент областной торгово-промышленной палаты поздравил ее, вручив подарки, среди которых и этот приличных размеров торт. Может, он действительно хоть на какое-то время подсластит жизнь сотрудницы пушной отрасли, по которой в этом году нанесла удар сначала теплая зима, а затем и коронавирус. Некоторое время мы надеялись на средства от пушнины, которая была отправлена в Европу, в Данию. Но, к сожалению, они приостановили все авансовые платежи, поэтому теперь только надежда на кредиты. Торговля, учитывая обстановку, тоже приостановлена. Таких отраслей в регионе немало. Магазины одежды и общепит, частная медицина и спортивные центры. Все они оказались в крайне тяжелом положении из-за необходимости приостановить свою работу. Президент областной торгово-промышленной палаты считает, что пора уже всерьез приступить к поэтапному открытию учреждений, относящихся к этим сферам деятельности. Нам необходимо разработать дополнительные критерии. Это или, предположим, расстояние, или количество людей, находящихся в помещении, или какие-то еще функции, но постепенно запускать. Страшного в этом ничего нет, и есть уже регионы, которые это делают. Важно понимать, что любой бизнесмен, если только он, конечно, не имеет статус самозанятого, обеспечивает не только личный доход, но и доход своих сотрудников. В обществе тоже уже пришло понимание того, что предприниматели – это кормильцы государства, а не акулы капитализма, как их изображали ранее. Население стало относиться более положительно к бизнесменам. Они видят, что они работают иногда по 20 часов в сутки, что от этих людей зависит экономика, от этих людей зависят рабочие места. В последние несколько лет в Тверской области неуклонно снижается количество субъектов предпринимательской деятельности. По данным на прошлый год, их было чуть больше 62 тысяч. В 2020-м из-за коронавируса, скорее всего, их станет еще меньше. Поэтому от властей всех уровней сейчас требуется обеспечить бизнес-сообществу режим максимального благоприятствования, заодно тщательно контролируя четкое исполнение всех антикризисных мер.